Ну что, друзья, сейчас я вам расскажу о том, как великие князья Новгорода с купечеством смогли доминировать в Западной Европе. Как мы к этому пришли и благодаря чему. Конечно, будущее наше, за кого мы бы даже не играли, обеспечил Александр, великий князь. Благодаря тому, что разбил тевтонцев и не дал покорить Новгород. И затем, благодаря этой победе и уже правлению великого князя Дмитрия Тирана, Новгород стал укрепляться, подбирая все независимые земли, которые были около него, и укрепляя торговлю и экономику. Как раз это и позволило нам потом властвовать. Мы закрепились и старались даже с монголами не воевать, у нас все было замечательно. Сейчас я посмотрю, кто у нас был следующий великий князь, чтобы вспомнить, при ком разразилась война. Так. Если правильно помню, война разразилась еще при великом князе Дмитрие Тиране. Он, по сути, в основном и правил потом Новгородом. И не только укрепил торговлю, а разразилась война с тевтонским орденом. И сообща с Литвой, этим великим княжесом, мы покорили Литву, взяли Ригу, укрепились в Центральной Европе. По сути, тогда Дмитрий совершил переломный момент. Он захватил две твердыни в Центральной Европе, которые обеспечили нам абсолютное превосходство над другими государствами. Это Торунь и Цитадель, уже на тот момент мы отстроили Мариенбург. Эти два великих, две великих крепости, плюс подкрепленные Кёнигсбергом, городом торговым и доставками провианта. То есть выходом к морю, потому что так хотя бы нас можно было бы отрезать от большой земли, а благодаря Кёнигсбергу этого не произошло. И мы тем самым укрепились в Европе. Печально, конечно, после того, как здесь доминирование обеспечил великий князь Дмитрий, он почил. И на его место пришел... У него очень своеобразное, друзья мои, было имя. Я так понял, Чернек, да? Великий князь Чернек-убийца. Удивительно, конечно, это слышать. В основном, Чернек-убийца обеспечивал мир между монголами и Литвой, нашими союзниками, которые тоже нас опасались из-за того, что мы становились все сильнее и богаче. Может быть, даже не опасались, а завидовали нашему благополучию. Поэтому наш великий князь Чернек обеспечивал безопасность Смоленска и Витебска. А также планировал вскоре времени изгнать монголов с Великой Руси и вернуть Киев в подлона, как говорится, православных князей новгородских. Ну, конечно, итоги пожинал и обеспечил абсолютное доминирование и победу в Центральной Европе Великого княжества Новгородского. Наш нынешний князь. Ну, конечно, сейчас поищем, так, туда-сюда. Походим. Я, наверное, легче его сам найду, потому что он сейчас находится в Дюнамбург и обеспечивает защиту основных дорог в направлении столицы Новгорода. Великий князь Борис, я так понимаю, тоже тиран. Любят, конечно, народ называть нас тиранами, возможно, потому что в какой-то степени мы правим жесткой царской рукой, при этом все равно величаясь великими князями, посадниками народа. И вот уже под правлением Бориса, обеспечившего безопасность направления к Новгороду и не давшего литовцам, которые все-таки приняли решение на нас напасть, прорваться через наши земли, уже идет захват их земель. Мы захватили единственную их крепость, которая могла обеспечить им хоть какие-то шансы на победу с нами. Это Паланга. Теперь у них остались только города и печальная участь. Ну и также нам осталось дозахватывать территорию. Мы вытеснили монголов, и они решили уйти в свои степи, дабы не связываться с окрепшей Русью в лице Новгорода. То есть если в истории у нас Московия смогла совершить возрождение Руси, то в нашей истории Новгород сумел великий обеспечить возрождение, возвращение Киева в лоно православной церкви, а также объединение всех князей. Единственное, князь, который еще не подчиняется нашей воле, это князь Пинская, но это скоро изменится. И дальше, уже обладая огромными ресурсами, мы закрепимся на этих землях и, возможно, даже продолжим военные действия против Священной Римской империи. А, возможно, Европа вся ополчится против нас, и нам придется заключить мир, дабы не проливать кровь друг друга. Но это уже другая история. В любом случае, в начале, прежде чем идти на Священную Римскую империю, надо подчинить окончательно скандинавские независимые княжества. Давайте так назовем. Упсала и небольшой городок Скара. И после этого руки наши будут свободны для любых дальнейших свершений. Вот такая история за княжество новгородское приключилось с нами. Субтитры создавал DimaTorzok